Девочки, приветик всем! Меня зовут Светлана. Спасибо всем, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хотела бы рассказать о порции пустых баночек за август месяц. И если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Так, начнем. Вообще, здесь у меня накопилось уже огромнейший пакет этих пустых баночек. И за сентябрь уже накопился, поэтому совсем скоро мне придется снимать еще одно видео уже за сентябрь. Ну, я отделила половинку и решила рассказать. Значит, закончился у меня вот такой вот спа-крем для кожи, ступней и локтей с фруктовыми кислотами и маслом ши Африканская Экзотика. Очень-очень мне нравился. Я рассказывала о нем в своих фаворитах. Очень люблю запах этого крема. Возможно, куплю себе его еще. Не знаю, посмотрим. Отлично увлажнял. Он такой более густой такой был, но впитывался довольно хорошо. И мне нравился. Вот. Содержал себе масло ши. Всем известное, смягчающее. Классная штучка. Всем советую, кто не пробовал. Он также для локтей был. Ну, то есть, а грубых участков кожи. Отличная штучка. Вообще классная. Мне очень-очень понравился. Так, следующее, что у меня закончилось, также от Avon из серии Foodbox. 75 мл в нем был. Это средство для смягчения огрубевшей кожи ног. Это как скраб для ног был. Покупала я его очень-очень давно. Он у меня валялся на работе. Я его, наконец, добила этим летом. Вот. Вроде бы неплохая штука. Он такой, как бы густой крем. Крем такой пенящийся. И в нем были отшелушивающие частички. Такие довольно грубые они. В принципе, подходили для ног. Единственный минерал всего запах. Запах у него был как зубной пасты. Вообще какой-то не очень приятный. И, в общем... Вообще неприятный запах. Не знаю, что это за аромат. Но, в общем, запах зубной пасты, мяты очень сильный. Но, в принципе, освежал неплохо. И очищал тоже кожей стоп хорошо. Вот такое вот средство у меня было. Так, следующее, что у меня закончилось. Это вот такой вот гель для душа. От Ифраше. Из серии Fruit de Noël. Это коллекция «Рождественские фрукты» 2010 года еще. «Лимитка» была такая вот. Классная вещь. Он такой... Очень аромат приятный. Апельсинный шоколад, кстати. Приятный пах шоколадом. Действительно с апельсином что-то. Но запах у него не сильно насыщенный был. Довольно быстро выветривался с тела. И мне не нравилось, что он был очень жидкий. Я, как говорила, уже люблю больше кремовые гели для душа. А этот такой жидкий был. Поэтому я его долго-долго добивала. Он у меня в ванной стоял. Ну, в принципе, запах очень приятный. И попробовать у меня его вряд ли получится еще когда-нибудь. Ну, в принципе, штука была неплохая. Пах очень приятный. Парфюмированный гель для ванной души. Апельсинный шоколад назывался. 2010 года. «Лимитка». Вот такая вот вещь у меня еще сохранилась даже. Так, закончился у меня вот такой вот, вернее, не у меня, а у моей дочки. Горнье фруктис. Свежий с мохит и свежий аромат. Вот такой вот закончился. Для нормальных волос и склонных жирностей. Так как я говорила, что у нее волосы сейчас очень сильно жирнятся, очень быстро. Написано, что этот без силикона, без парабенов. И очень приятно пахнет мохитом. Он ей очень понравился. Возможно, куплю еще такой же. Но сейчас я купила ультраду, другой попробовать ей. Если что, может быть, куплю еще такой же. Хороший шампунь. В принципе, с ним волосы жирнились уже меньше у нее. Очищает хорошо, до скрипа. В общем, понравился она. Классный шампунь. Так, значит, не закончился, но я выкидываю. Вот такой вот у меня валялся от Эйван Клерски. Очищающий тоник против черных точек. Он у меня практически полный. Но у него закончился срок годности еще 100 лет назад, наверное. Не знаю, когда он был произведен. В общем, мне не понравилось, что в нем очень-очень большое количество спирта. Я брала его довольно давно. И он мне очень сильно сушил кожу. Возможно, он для сильно такой жирной подростковой кожи. Для меня он совершенно не подошел. Он у меня валялся-валялся. И я его решила выкинуть уже. Вот такая штука. Так, закончилась у нас паста. Вот такая вот. Плантометри Девайт. Такая вот. Ну, всем известная паста. Я как бы стараюсь меньше такими пастами пользоваться. Больше пользуюсь органическими от бабушки Агафьи. От таких вот. От Зайхерп сейчас у меня паста. Ну, у меня муж ее покупал. В принципе, она ему понравилась. Она такая белая с синими частичками. Вот такая вот. Пищает зубы неплохо. Но мне не понравилось, что после нее во рту очень сильно все вот-то вот мятое. Такой сильно насыщенный вкус. И аж все облазит внутри, кажется, от нее. Ну, вообще, в принципе, неплохая паста. Так. Значит, закончилась у меня от Арифлейм вот такая вот отшелушивающая маска Жасмина. Маска-пленка на основе органического экстракта Жасмина. Я о ней рассказывала в своих видео о масках и в своих видео о Арифлейм. В общем, неплохая маска. Очень сильно интенсивно пахнет Жасмином. В нем маленький объем. Всего 50 мл. Но в нем большое количество алкоголя. спирта. На втором, на третий месяц здесь алкоголь идет. Поэтому она мне очень сильно щипит глаза. Я когда ее наношу, у меня начинают слезиться глаза. Но, в принципе, застывает она довольно быстро. Это из-за того, что алкоголь быстро испаряется. И снимается она тоже так довольно легко одним пластом. Насчет очищения или пилинга, я особо не заметила. Но, в принципе, неплохая маска. Брать больше не буду из-за того, что очень много алкоголя. Так, закончился у меня вот такой вот гель для душа от Фаберлик. Цветы и ягоды. Что ты творишь? Не трогай штатив. Чудо. Вот такой вот гель для душа от Фаберлик. Цветы и ягоды. Ноготки и крыжовник. Как я говорила, мне этот гель для душа, в принципе, понравился. Он не пахнет ни ноготками, ни крыжовником. Но пахнет довольно приятно каким-то цветочком. Такой необычный, какой-то медовый аромат. Такой прям сладкий, приятный. Хороший гель для душа. Отлично пенится. Не сушит, кстати, кожу мне. Хотя я говорила, что в основном мне сушат кожу такие вот гелевые. Гели для душа. Прозрачные. Но этот, в принципе, не сушил. Понравился мне. Но брать больше не буду. Из этой серии тоже, наверное, цветы и ягоды Фаберлик. Больше гелей брать для душа не буду. Попробовала и хватит. Также закончилась вот такая вот паста зубная от Фаберлик. Радуга витаминов, витокислород. Я заказала еще одну такую же. Но не для себя. Она понравилась детям. Потому что написано, что она для взрослых. Здесь чистое дыхание. Комплексная профилактика кариеса. И написано, что даже особенно рекомендуется курильщикам эта паста. Не знаю, каким образом она рекомендуется курильщикам. Она, кстати, с витаминным комплексом из алоэ. Но она имеет очень такой фруктовый вкус. Как вот все зубные пасты для детей. Поэтому мы ее практически не пользовались. Дочка раскусила, что он такой вот вкусный, эта паста. И забрала ее себе. И сыном они пользуются этой пастой. И для них я решила заказать еще, потому что она им очень понравилась. Но в качестве детской пасты. Как взрослая, я думаю, что вряд ли она подойдет. Потому что у меня вкус такой очень фруктовый, ягодный, как у детей. Для детей пасты. Так, закончилась у меня вот такая вот термальная водичка от Урьяш. Мини-версия 50 мл. Которая была у меня в коробочке Глэмбокс. Что я могу сказать? Это моя первая термальная вода. Но далеко не последняя. Это было открытие этого лета для меня термальная вода. Я раньше никогда ее не пользовалась. Я не понимала, для чего она нужна. Но действительно, штука классная. Летом просто незаменима была. Говорят, у нее немножко соленый привкус. Но я как бы его не ощущала. Понравилась мне эта водичка. У нее хороший распылитель, дозатор. Самый простой такой. Вот, кстати, еще чуть-чуть осталось. Вот, все, уже нет. Вот. Стоит она, конечно, дорого. Поэтому именно Урьяш я брать не буду. Я взяла себе от Кора сейчас термальную водичку. Очень мне нравится она. По цене она намного экономичнее. А по действию, в принципе, то же самое. Мне очень нравилось смачивать ее тональную кисть для тонального крема перед нанесением. Чтобы макияж получался более нежный, так скажем. Не такой интенсивный. Вот такая вот классная штука. Так, закончился у меня еще от Avon Food Vox. Уже более новой версии. Вот такой вот крем. Увлажняющий крем для ног. Смородина и ваниль. Классный крем. Мне он очень-очень понравился. Очень понравился его аромат. Это такой обалденный смородиновый йогурт. Он такого розового цвета был. Сейчас, если получится, выдавить чуть-чуть. Нет, нету ничего уже. В общем, классный такой кремик был. Мне очень нравилось, как он пах. Очень хорошо увлажнял. Впитывался отлично. Классный, классный, классный. Я не знаю, вряд ли он сейчас будет продаваться в каталогах. Это была какая-то лимитка. Но вообще крем был классный. Очень меня порадовал. Очень мне понравился. Так, закончился у меня вот такой вот крем от Ariflame, который я показывала в своих фаворитах этого лета. Акварит 15D... Ой, господи. SPF 15. Я говорила, что он меня выручил этим летом. Благодаря ему у меня не появились пигментные пятна, которым свойственна моя кожа летом появлению. Это увлажняющий крем-флюид. Очень хорошо увлажнял. Отлично впитывался. В общем, супер-супер-супер. Я уже не говорю про то, что им удобно очень было пользоваться. Обожаю вот такие вот кремики с помпой. Вот все, в нем уже ничего нет. Он пустой. Единственный минус, я не могу раскрутить его и достать оттуда все, что там осталось. Там вроде как еще что-то осталось, но я не могу достать, потому что здесь все закручено намертво, приделано. Все и уже не отвинтишь это никак. В общем, вот такой вот кремик классный. Очень мне он понравился. Покупать я, конечно, его больше не буду, но вообще классно. Очень мне порадовало. Так. Выкидываю вот такие вот у меня закончились салфеточки от Avon Clear Skin. Это салфетки очищающие, 25 штук здесь было. Я так понимаю, что это как, как они называются? Ну, очищающие салфетки для лица. В них был... В общем, неплохие салфетки. Мне не очень нравился их запах, такой немножко спиртовой. И мне не понравилось, что они очень быстро засохли. То есть вот здесь вот этот держатель не очень хорошо прикреплялся. И они у меня засохли. Я пользовалась ими просто как обычными салфетками. Наносила на них средства для макияжа и использовала просто так. Поэтому брать я их, естественно, больше не буду. У меня сейчас другие тоже от Avon. И тоже, наверное, быстро засохнут, потому что вот эти вот липучки, они не очень хорошие у меня, к сожалению. Вот такие вот салфетки. Закончился у меня вот такой вот карандашик, о котором я рассказывала в своем видео об Арифлей. Это карандаш-корректор двух цветов. Вот так вот он выглядит. Закончился у меня полностью зеленого и оранжевого. Мне он очень нравился. Это был мой мастхэп из Арифлей. Заказывала его много-много раз. Сейчас перейду на Фаберлик, скорее всего, такие же карандашики. Но мне не очень нравится в Фаберлик, что их надо постоянно точить. И это не очень удобно. А в Арифлейме точить не нужно было. Поэтому вот в стике вот так вот, конечно, это было намного удобнее. Мне хорошо зеленая сторона подсушивала при щеке, оранжевая замаскировывала. Очень удобно, очень нравится он мне. Классная штука. Так, выкидываю вот такие тенюшки от Пупа. Я их показывала в своих тенях. Значит, здесь было два цвета. Такой белый и коричневый. Это Duo Luminais в первом оттенке. Классные тенюшки были. Белый я стерла до дыр. Использовала в качестве хайлайтера. Коричневый у меня как-то лежит. Я им критически не пользуюсь, потому что коричневых цветов у меня огромное множество. Поэтому они у меня просто так лежат. Я решила, чтобы не лежали, выкину их. Чего-нибудь лежать просто так. Вот такие вот тенюшки. Выкидываю, значит, закончился у меня вот такой вот корректор от Catrice. С кисточкой вот такой вот все уже ничего нету. Я вот его кручу, там уже ничего нету. Значит, в принципе, неплохой корректор был. Ну, как я говорила, у меня сразу сломалась вот эта штучка. Как я только его купила, пару раз крутнула, и она мне отклеилась. Так, в принципе, замаскировывал. Круги под глазами неплохо. Ну, не сказать, чтобы очень хорошо. И забивался в складочки немножко. Как бы не особо меня порадовал. Покупать я его больше явно не буду, потому что стоит он 200 с чем-то рублей. А его качество у меня не очень стоило. Вот такой вот корректор закончился. Так, ну и последнее, о чем я сейчас расскажу. Это, наконец-то, добила я туалетную водичку от Ariflame Oasis. Вот она мне закончилась практически. А я ее добила на работе. Пользовалась через не хочу, как говорила. Она мне не понравилась по аромату. И, кстати, вчера, когда я ее сильно уже интенсивно использовала и хотела закончить побыстрее на работе, одна моя служивица сказала, ты валерьянку, что ли, принимала? То есть, не знаю, людям кажется, что она пахнет валерьянкой со стороны. Поэтому я рада, что она у меня закончилась. И никому, никому не советую ее брать, даже если она будет на распродаже. А на распродаже, скорее всего, она будет, потому что она не пользуется популярностью в Ariflame. Вот такая вот водичка у меня закончилась. Ну, такая была моя порция небольшая пустых баночек за август месяц. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, видео мое оказалось чем-то полезным. Пока-пока.